Я думаю, что у меня сейчас есть. Малыши из детского сада «Огонек» одними из первых увидели все чудеса Арбазара. Водопады из кофейных зерен и монет, игрушки и сувениры ручной работы, авторские куклы, украшения и много других любопытных изделий в стиле хендмейт не оставили ребят равнодушными. Каждый нашел себе подарок к Новому году. Это настоящая конфета. Мне очень нравятся петрушки, потому что они похожи на очень настоящих. Нравятся, и вот эти все поделки просто замечательные. Поэтому я хочу вам сказать мастерам привет от меня. Мне все поделки нравятся, и мастерам всем спасибо. В Центре народного творчества новогодний арт-базар проходит вторую зиму подряд. В этом году на участие в нем заявились 30 котловских мастеров. Ольга Чекмарева одна из них. На ярмарке она представила своих эксклюзивных кукол. Они вообще же очень веселые и смешные. Когда мы покупаем игрушку ручной работы, мы вообще покупаем что-то живое. Потому что оно является уже изначально оберег. Потому что вот в этом морозке столько тепла, столько добра. И мне кажется, вот просто вот так вот. На арт-базаре можно подобрать подарки для себя и своих близких на любой вкус. Например, замечательным презентом станут уникальные календари и блокноты в стиле скраббукинг от рукодельницы Елены Гумницкой. Или веселая медвежата от котловского мастера Татьяны Тюкавиной. Ну вот такие вот поделки разные. И символ года, и всякие снеговички. Можно их и на елочку повесить. Куколки разные. У меня многие спрашивают, где можно работы либо заказать, либо взять. И я всегда вот девочек сразу направляю сюда. Потому что кроме моих работ здесь можно найти позитив абсолютно во всем. Новогодний арт-базар в Центре народного творчества будет работать до 29 декабря. Со вторника по субботу с 10 утра до 5 часов вечера. Для тех, кому не хватит этого времени на выбор подарков, сотрудники учреждения готовы предложить дополнительные дни. С 5 по 19 января.